Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос и хотел бы ответить вам на него. Вы спрашиваете, о чем могут говорить объятия, при которых мужчина и женщина прижимаются друг другу головами. И что может быть между ними. Сразу скажу, что прижаться головой в голове другого человека, это означает, вот очень часто это означает проявление именно такой вот духовной близости. То есть это определенная потребность человека, определенная потребность, значит проявить духовную близость именно к другому. То есть именно духовная близость здесь важна. И соответственно, в данном конкретном случае, можно говорить о том, что эта самая духовная близость к человеку проявляется вот на таком уровне. На уровне, ну, такого вот, может быть даже немного примитивного поведения. Ну, примитивное поведение здесь, это не значит низкое или это не значит что-то прям вот плохое, а примитивное поведение здесь означает, по сути, что человек, значит, пытается просто быть ближе к другому. Вот, именно близость к другому проявляется вот в данном конкретном случае. Именно близость к другому проявляется. Именно близость к другому человеку. Т.е. Этим поведением. То есть я хочу сказать, что объективно люди напрягаться друг к другу головами, когда хотят почувствовать между собой определенную связь. То есть этим людям нужна довольно серьезная и, в общем-то, ощутимая связь друг с другом, и они эту связь проявляют вот таким образом, то есть сближаясь с головами. То есть подобное действие – это стремление, попытка именно ощутить духовную связь между друг другом, но помимо этого это еще и свидетельство интимной близости, потому что, ну, не в привычном понимании этого слова. А интимная близость здесь – это скорее именно вот такой акт, значит, именно интимной близости на духовном уровне. Если говорить о том, что может быть между этими людьми, то я бы сказал следующее. Между этими людьми может быть, ну, во-первых, практически всегда это определенная ценность. Надеюсь, здесь все понятно. То есть, если люди ведут себя так, вот таким образом, то можно говорить о некой ценности каждого из них для другого, для себя. Духовная и личностная ценность человека. Можно сказать, что именно это в первую очередь между ними. Могут ли эти люди быть, скажем так, например, ну, могут ли эти люди быть, допустим, близкие, как любовники? Да, могут, но только если это очень близкая связь, если это очень сильная связь и так далее. Часто это может быть дружба, часто это может быть родство, как вам, наверное, уже сказали мои коллеги и так далее. Но хотел бы я вам сказать еще вот о чем. Дело в том, что подобный жест, когда люди прижимаются друг к другу головами, может свидетельствовать еще и о том, что эти люди пытаются таким образом друг друга приободрить. Ну или один человек пытается приободрить другого. Вот это тоже, на мой взгляд, довольно-таки эффективное использование подобного жеста. Потому что именно в этот момент человека можно ощутить, именно в этот момент человека можно почувствовать, почувствовать, что он рядом. И как бы символично опереться на него, именно если какие-то жизненные трудности, неурядицы, проблемы и так далее. Конечно, это все индивидуально. Но, как правило, как правило, на подобные шерсти, на подобное поведение направлено еще и то, что человек обладает определенной эмоциональной. связью, определенным эмоциональным состоянием, определенным типом личности, я бы даже сказал. Потому что далеко не каждый человек, находясь, например, в состоянии такого духовного единения с другим, далеко не каждый человек способен проявить, например, подобные элементы поведения, далеко не каждый человек способен поступить именно так. Ну, просто потому что для этого нужна определенная и эмоциональная предпосылка, для этого нужно определенное воспитание, для этого нужны определенные взгляды на жизнь и так далее. То есть, какие-то вот индивидуальные аспекты тоже вступают в силу здесь. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!